Добрый день, друзья! Сегодня интересный рецепт котлетки из семги. Делать это можно, в принципе, и из свежего соломона, но мы будем делать это из консервированного соломона, а также это можно делать из любых других консервов. Ну, рыбки я имею в виду, то есть, например, тунец. Вы можете наблюдать, вот я показала состав, у нас здесь буквально только лишь сам по себе дикий соломон и соль. Хочу обратить внимание, потому что соль я добавлять в рецепте не буду. Итак, давайте посмотрим. Я беру емкость, так как у меня соломон идет таким целым куском, косточки в нем очень мягкие, их можно прям не вынимать, а вместе с ними я вот так вот их раздавливаю вилочкой, или можно, в общем-то, тем раздавливать, чем вы делаете пюре, до вилочкой подавить. В общем, измельчаю. Тем временем картофель у меня отварился, и я его буквально без молока и масла просто продавливаю и даю ему остыть. Тем временем я беру яйцо. В данной порции я использую одно яйцо. Я беру большую такую столовую ложку муки и все это выкладываю в свой пока что фарш, который содержит только рыбу. Продейте внимание, соли я не добавила пока что. Картофель остыл, я его тоже уже добавила. И все это тщательно перемешиваем в одну такую единородную массу. Она получается такая приятная, в общем, как пюре. Получается просто такое вот приятное нежное пюре. Вместо картофеля вы можете также использовать потат, сладкую картошку. Это будет более оранжево, красиво и по-другому. Когда вы видите, что все вымешано равномерно, все такое однородненькое, всю эту массу вы выкладываете на поверхность, которую вы предварительно стряхнули, значит, с мукой. И вот такими вот нежными движениями просто делайте либо колбаску, либо изначально просто делайте такой один большой колобок, от которого вы будете отщипывать уже, в общем-то, порции на котлетки. Но в данном случае я делаю так, как по рецепту было сказано. А тут сказано, что вот эту массу нужно разделить на 8 равных частей. Ну, у меня получились они не совсем равные, но честно вам сказать, уже как бы комментируя уже, да, после того, как все это произошло и котлетки съедены, конкретно эту порцию можно было разделить даже еще на меньше, просто сделать очень маленькие котлеточки, вот, и очень тоненькие. Чем тоньше они будут, тем прикольнее их есть. На самом деле, у меня были достаточно большие получились, но они получились не менее вкусные, то есть они прожаренные, все вкусненькие, но можно сделать их просто мельче в объеме и чуть-чуть потоньше еще. Немножечко вот так вот я их в руке придаю им форму котлетки, и муки немного, просто вот то, чем было припорошено на поверхности. Вот такие они у меня, кабанчики получились. Все, разогреваем сковороду, наливаем масло. Я немного, я просто лью растительное масло. Конкретно я пользуюсь кукурузным. И уже видя, что масло раскалилось, точно так же уже на поверхности, я начинаю потихонечку выкладывать свои котлеточки. Обжариваю я их на небольшом огне, на среднем огне и без крышки. С каждой минуты нужно дать не больше, чем 4 минуты. Берите внимание, что материалы исходные уже все у вас готовые, пюре и рыба уже готовые. И вот конечный результат, как красивенько они выглядят. Что ж, пришло время снимать пробу. Вот в разрезе оно очень, все горячо, поэтому, в общем, рукой даже не могу обхватить. Оно выглядит, может, для вас, как какой-то такой сыроватый. На самом деле нет, очень нежная структура, очень нежная. Вот видите, все видно кусочками. Попробуем. Горячее. Вкуснятина, вкуснятина. Обалдеть. Вот пюре, которое содержится в нашем фарше, придает вот эту вот корочку приятную и немножечко муки, которая, в общем, там была на поверхности. И, в общем, получается очень эстетичный вид. Лично я подавала конкретно в тот день котлетку вместе с салатом из помидоров и лука и с пюре. Но это для мужа. А сама я ела просто салат и котлету. Приятного вам аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!